Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Boost. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как в мессенджере Telegram сделать так, чтобы не сохранялись фото, видео, картинки, которые вы просматриваете в каких-то чатах на вашем телефоне. Просто повторяй за мной, и у тебя все получится. В общем, друзья, открываем с вами мессенджер Telegram. Дальше нам нужно сейчас перейти в настройки, то есть выбираем пункт настройки и опускаемся чуть ниже. Дальше, там где написано данные и память, переходим именно в этот пункт. Смотрите, для того, чтобы наши картинки, фото, видео, музыка, все, что вы просматриваете, прослушиваете через мессенджер, через чаты, нужно сделать такие вот настройки. Здесь у нас написано путь для сохранения, то есть это там, где сохраняются эти все файлы. Дальше нам нужно нажать на использование трафика, ой, извиняюсь, короче, использование памяти, и там, где написано хранение медиа, то есть у вас будет, скорее всего, что выставлено навсегда. Вам нужно поставить или на три дня, или на неделю. О чем это говорит? О том, что данная информация будет храниться всего лишь какой-то определенный период времени. То есть или три дня, или неделю, или месяц, или всегда. Для того, чтобы не забивалась ваша память на телефоне, я рекомендую ставить неделю. Это вполне себе достаточно для того, чтобы там в случае чего вернуться дальше, прочитать. То есть эта информация, как бы она будет сохраняться в чатах, там, где вы ее просматривали. Просто она удалится физически с вашего телефона Android. То есть в любом случае вы можете найти это видео, просмотреть его заново, и оно опять у вас, так сказать, загрузится в память вашего телефона. Это что касаемо хранения. Теперь смотрите, для того, чтобы делать автозагрузку, посмотрите, вот здесь, там, где написано, автозагрузка медиа через мобильную сеть, через сеть Wi-Fi и в роуминге. Выберите то, что вам необходимо. Дальше, автовоспроизведение GIF и видео. То есть имейте в виду, что когда вы включаете автовоспроизведение видео или GIF, оно автоматически кишируется и загружается в память телефона. То есть она у вас однозначно будет сразу же заполнять вашу память. Дальше, смотрите, здесь еще есть один важный пункт. Это то, что там, где использование памяти, кликнем сюда, там, где у вас написано память устройства. Заметьте, там, где написано у меня 139 мегабайт кэш интернет. То есть если вы кликаете сюда, то вы можете очистить этот кэш. То есть нажимаете кэш, и вы можете тем самым очистить память вашего телефона. Тем самым, ну, так сказать, уменьшите память, используемую на вашем телефоне Android или iPhone. В общем, как-то так. Надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным. Ребята, подписывайтесь обязательно на мой канал. Ставьте лайки, активируйте колокольчик, чтобы не пропускать интересные, свежие мои видео. А также задавайте ваши вопросы в комментариях. Возможно, ваш комментарий станет темой следующего моего ролика. Всем пока и удачи!